9 так называемых министров ЛДНР и один замминистра, плюс бывший луганский чиновник и его родственник. Эти люди на днях неожиданно пополнили санкционный список Министерства финансов США. Главы боевиков и представители силовых структур донбасских группировок были в черном списке и раньше. Теперь пришла очередь тех, кто отвечает за финансы и стратегические для ЛДНР ресурсы – топливо и энергетику. Самый скандальный фигурант списка – так называемый министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев по прозвищу Ташкент. Мы торгуем не только с Китаем. На сегодняшний день я могу какие-то страны назвать. Это Италия, Испания и Франция. Ташкент считается одним из серых кардиналов группировки ДНР и грозой местного бизнеса. Осенью прошлого года на Тимофеева якобы совершили покушение, но тот остался цел и невредим. Теперь он персона нон-грата на Западе. Хочу сказать, не дождетесь. Чем же грозят чиновникам и бизнесменам оккупированного Донбасса американские санкции? Что они будут делать, когда действительно вступят в силу санкции, а это значит, что им какой послали сигнал? Мы видим, мы знаем, как вы ваши деньги заработали и, скорее всего, мы видим, где они спрятаны. И мы знаем, где они спрятаны. Далеко не все функционеры пророссийских группировок имеют счета за границей или надеются получить американскую визу. Многие из них лишь прикрытие для теневого бизнеса. Однако в новом санкционном списке есть и совершенно не публичная, но очень влиятельная фигура. Бывший замминистра топлива и энергетики группировки ЛНР Александр Мельничук. Организатор хитроумной схемы поставок угля с оккупированного Донбасса в страны Евросоюза. Схему раскрыли польские журналисты. И наше правительство, польское правительство и европейская комиссия на самом деле, к сожалению, сделали ничего для того, чтобы как-то заблокировать вот эту торговлю, наворованную в Украине углем. К сожалению. Но я надеюсь, что после решения Соединенных Штатов что-то изменится в этом плане. В разоблачающей статье польской газеты говорится, уголь из донбасских копанок на неподконтрольной территории добывают по цене 22 доллара за тонну. Затем по поддельным документам везут в Россию. Владелец груза и импортер в Польшу, зарегистрированная на экс-чиновника ЛНР компания Don't Call Trade. Дальше уголь перевозят морем и через другие страны поставляют в Польшу. Уже по цене 140 долларов за тонну. Мы начали искать, куда этот уголь поступает дальше. Мы нашли много других компаний, которые принадлежат господину Мельничуку, который являлся когда-то так называемым замминистра энергетики ЛНР. И на самом деле мы открыли, что вот этот Don't Call Trade из города Котовица в Польше это лишь одна из очень многих компаний, которые поставили в Польшу и в другие страны Евросоюза уголь из Донбасса. Факт поставок 11 тысяч тонн угля с оккупированного Донбасса по фиктивным российским документам признали даже в Министерстве энергетики Польши. В итоге компания Мельничука Don't Call Trade с офисом в польском городе Котовица также попала под американские санкции. Эту незаконную бизнес-скему удалось предотвратить. Но похоже, что сами фигуранты черного списка не особо боятся последствий. Мне безразлично, какие санкции в отношении меня применило правительство США. После включения в санкционный список чувствую себя великим человеком. Я вас умоляю, я рада, что пополнила список этих действительно достойных и заслуживающих всяческого уважения людей. Они не понимают, где они ощутились, и они слушают, они работают на работе, они слушают за своих кураторов. Им сказали гордиться близостью к великим людям, они по тексту гордятся близостью к великим людям. Я думаю, что масштаб содеянного, они, конечно, никто из них не понимает. Просто людей, которые понимают, их не назначают главами сепаратистских образований. Их сажают на подвал.